Музыка Всем привет! Не прошло и года, я пишу следующее видео, потому что я тороплюсь рассказать обо всех путешествиях, которые уже случились со мной, для того, чтобы освободить место для новых путешествий. Тем более, планов у меня много, и я намерена их в этом году осуществить. Ну что ж, в этот раз я хочу вам рассказать о своем прикольном путешествии в страну с достаточно интересным названием Македония. Македония это бывшая часть Югославии. Теперь Югославия разделилась на... не могу сказать точно, сколько стран, потому что не помню, но в четырех я была. Македония, Босния, Черногория, Сербия. В четырех я была, да, все верно. Как я попала в Македонию? Это очень забавная тоже история. Поскольку в Македонию летом, опять же, в горячий сезон безвизовый режим для граждан России, можно отправиться туда. Поскольку я была недалеко на тот момент, у меня был вообще интересный трип. Я сначала была в Черногории, потом спустилась из Черногории в Грецию, проехав всю Албанию с севера на юг. И после этого, собственно, не буду на этом останавливаться, об этом расскажу подробнее, когда буду говорить про Грецию. После этого у меня стояла задача выехать из Греции и доехать до Македонии. Там мы договорились встретиться с моей подругой. Собственно, я отдохнула в Греции, все замечательно, начала собираться в Македонию. И тут меня ожидал сюрприз. И вас он тоже ожидает, если вы собираетесь это делать. По крайней мере, наземного сообщения между Грецией и Македонией адекватного нет. То есть, понимаете, я пыталась выехать из столицы, это Афины, в столицу Македонии. Ну, согласитесь, рядом стоящие государства, из столицы в столицу явно должны быть какие-то автобусы, поезда. Нет. Только не из Греции в Македонию. Тут для меня оказалось сюрпризом то, что между ними некий международный, ну, не конфликт, но некоторые терки на тему того, что Македония решила называться Македонией. Греки, естественно, предъявляют свои права на это название, говоря о том, что Македония это часть в Греции, там тоже наверху. Поскольку Александр Македонский, все дела. Ну, собственно, обиду, ребят, понять можно. Тем не менее, мне непонятно, почему из одной страны в другую было добраться невозможно. Представьте себе картину. Я приезжаю на так называемый центральный вокзал в Афинах. Чтобы вы понимали, иногда, когда путешествуешь по разным странам, да, все круто, прекрасно путешествует, начинаешь понимать плюсы своей страны. Потому что, прибыв на центральный автовокзал в Афинах, столице, никакого централизованного сообщения нет. То есть, во-первых, я не нашла никакой возможности доехать до Скопье, до столицы. Либо до Охрида. Это очень большой туристический город в Македонии. Собственно, я туда, это моя конечная цель была. В чем была загвоздка? Мне говорили, что, наверное, есть в Салониках что-то. Вам нужно доехать до Салоников и оттуда уже в Македонию. Чтобы вы понимали, это несколько огромный крюк по всей территории. Ну, получается, с практически запада на восток в Греции. Для того, чтобы отсюда уже сделать еще один крюк в сторону в Македонии. Ищите идиотов. Я не такая. Да, пришлось искать не такой легкий путь. Потом поехали по всем частным компаниям, которые занимаются перевозками или пассажиров. Территория Балкан плюс-минус. В общем, в одной из них нам сказали, что можно доехать до крайнего города в Албании, который соседствует уже с Македонией, и оттуда добраться там типа вроде бы как есть, вроде паромчиков или лодочек, которые перевозят. Это супер авантюрная идея была. Супер авантюрная. И более того, мужчина был неправ. Нет никаких лодочек. Надо посмотреть сейчас на карте, что это был за город. Чтобы вы нечаянно не ломанулись тоже. Сейчас посмотрю. Суть в том, что довезти до этого города... Я нашла автобусную компанию, которая из Афин была готова довезти меня до этого города. Ехать недолго, не проблема. Но там, собственно, никто мне не давал гарантии. Это было просто голословно. Этот мужчина, который в итоге оказался, обманул, утверждал, что там есть какие-то паромчики, которые перевезут через озеро. Это озеро как бы наполовину в Албании, наполовину в Македонии. И я окажусь в городе Охрид. Маленькая загвоздочка была в том, что в этом городе я оказываюсь в 3.40 ночи. То есть, понимаете, да, я оказываюсь ночью в Албании. На секундочку. Если вы ничего не знаете об Албании, ну, я не буду нагнетать, что-то там опасно и так далее. Возможно, там и опасно. Вообще, я как-то проезжала. Вот, кстати, когда я ехала из Черногории в Грецию, по Албании, собственно, после 6, вот когда света уже дневного нету, несколько вымирает всё. Потому что такого освещения практически нет. Я проезжала уйму городов, там, поселений, где просто там 8 часов светила одна единственная лампа в магазине. Весь остальной город был во тьме. Вообще, Албания очень забавная страна. Об этом я тоже отдельно расскажу. Ну, как забавная? Не в том смысле, что очень миленькая. Нет-нет. Хотя бы было одно красивое место уже рядом на подъезде Греции. Так вот, нашла я вам. Значит, я доезжаю до города Поградец, который, как вы понимаете, по названию... Я вот, например, не хочу разжигать межнациональные конфликты, но, по-моему, это явно какой-то югославский город. Поградец. Явно не албанское название. В общем, я должна... Я сейчас покажу вам. Охридское озеро. Если видно будет. Поградец. Короче, нифига не видно, покажу на карте. Значит, доехать до Поградца, из Поградца пересечь все озеро. То есть, вы понимаете, да? Вот озеро. Вот его надо было пересечь отсюда до сюда. И тогда ты оказываешься в городе Охрид. Мое воображение нарисовало мне забавную картину того, как я вместе со своими чемоданами еду на какой-то лодочке в ночи. Что-то библейское в этом есть. Так вот, пересекаю это озеро и оказываюсь в городе Охрид. Но мне все было по барабану. Ну, как по барабану? Я была уверена, что все хорошо закончится. В принципе, я себя подготовила. У меня был интернет, если что, под рукой. Можно было сразу взять гостиницу и в этом городе чухнуть в гостиницу. И дождаться дня, например. И там уже... Что я не учла? Я не учла, что в Албании никто не говорит по-английски. Практически никто. Ну, может быть, в Тиране и то. So-so. Но в каких-то небольших городках... Так обстояли дела. Я беру билет. Еду в Албанию. До этого города Поградца. Сообщаю моей подруге, что я буду в городе Поградец и буду пытаться пересечь как-то границу двух стран. Скорее всего, на лодочке. Но если будут какие-то маршрутки или автобусы, что мне показалось таким логичным, городом там в 15... Точнее, ну, где-то в 30 километрах друг от друга. Ну, наверное, что там будет. 30 там. Ну, может, чуть больше. Ну, ладно. В радиусе 50 километров, ну, явно будут какие-то маршрутки или еще что-то. Наивные женщины. Ладно. Картина. Ночь. Останавливается автобус. Подходит ко мне мужчина, который все это время, пока мы ехали, естественно, тоже не был способен говорить по-английски. И говорит мне Поградец. Я такая, блин, короче, мне надо выходить. Вытаскивает мой чемодан. А я просто оклядываюсь. Я в каком-то разбитом месте. Пол четвертого ночи. Я понимаю, что, блин, может быть, мне с ним дальше поехать. В тирану, в столицу. А уже оттуда что-то думать. Я так... У меня есть 15 секунд на то, чтобы принять решение. Оставаться в этом городе ночью вообще непонятно где. Непонятно где. Либо ехать дальше. Я, на самом деле, была серьезно настроена на то, чтобы ехать дальше. Потому что у меня было просто страшно. И все. Я не поехала дальше. Я подумала, что из тираны. Я вообще непонятно, как буду добираться. Потрачу еще сутки. Короче. Меня ждет там девочка. Ну, в общем, я решила быть стойкой. К 6 утра я начала подмерзать прилично. В общем, где-то там я... Ну, к слову, начали появляться люди. Это меня успокоило. Открылась какая-то кафешечка. Я увидела первую женщину. Побежала сразу в это кафе. На пальцах объяснила, что мне нужен чай. Я начала у нее спрашивать. Естественно, она меня вообще не понимала. Я не говорю по-голбански. Только я знаю два слова. Фолимендерит и мирупавшим. Фолимендерит это спасибо. Мирупавшим до свидания. Спасибо. До свидания. Вообще, это вкратце, если двумя словами описать. То, как я пересекала границу Албании и Македонии, то это примерно Фолимендерит. Мирупавшим. Спасибо. До свидания. Короче. Кто-то более-менее на пальцах меня понимал. Кстати, я достала листочек и начала рисовать. Реально. Рисовала человечка, границу. Писала там Албания, Македония, стрелочку. Что я пересекаю. И, в общем, по нашим таким корявым коммуникациям, корявые коммуникации, спонсор моих поездок, я как бы недостоверно узнала, что есть маршрутка, которая будет в 9. В 9 этой маршрутки не оказалось. Оказалось, что маршрутки никакой вообще нет. Подошёл какой-то парень, который услышал английскую речь, такой сразу, начал со мной говорить, говорить, я начала ему отвечать, и тут он сел на мель. Я вспоминаю себя во Франции. То есть, как бы он выучил пару фраз, чтобы сказать их, но, понимаете, он ничего не понимает. Он стал бесконечно повторять одну и ту же какую-то фразу, я уже не помню какую. Меня убедили в том, что есть один вариант. Кстати, может быть, меня обманули. Ну, неважно, я уже была просто полна желанием перебраться в ту страну, где меня будут понимать. Всё. Добраться за 5 евро через границу, меня перекинет этот какой-то таксист, там, знакомый этой женщины, потому что женщина мне так как бы сочувствовала, я не собиралась в такси садиться никакому чуваку незнакомому. В принципе, я этой женщине доверяю, я ей там как бы типа, можно ли ей доверять тогда-сюда, ему точнее доверять. Она, да-да-да, это типа, ха. Вы спросите, как я это всё поняла? Я не знаю как. Вот посиди, посиди пару часов в Албании с ночи, ты не на том языке заговоришь. Сажусь я к этому таксисту. Прикол в том, что не берут меньше 5 евро. Ну, то есть, ты можешь там по 2 евро набрать 5, и это всё равно не возьмут. Только 5 купюркой. Потому что в банке у них не меняют. То есть, они там готовы брать евро, но только купюркой. Та-да! В то лето я познала силу 5 евро. Запомните это. Мы потом разменивали деньги по 5 евро, чтобы у нас было, если мы едем в другую страну. Где не хотим там, типа, где нам не могут дать сдачу, или нам уже не надо менять валюту. И просто какую-то одну операцию совершить, типа, доехать из пункта А в пункт Б. Так, всё-всё, договорились. Вот он меня везёт. Я так смотрю, ну, вроде нормальный чувак немножко. Ну, везёт, всё хорошо, я вижу уже озеро. Думаю, какое красивое озеро, как классно, у меня уже начинает настроение подниматься. Доезжаем до албанской границы, он мне говорит, выходи. Я такая, в смысле, это уже, типа, Македония следом сразу? Он такой, выходи. Я вышла. Как-то я, не знаю, не напривекалась с этим мужчиной. В общем, было всё понятно. Вали, я дальше не поеду, всё. Я выхожу. Это картина маслом, честно говоря. И до мной пограничники, пограничный пост Албании. Мой любимый язык. И дальше вот гора с одной стороны, с другой озеро и дорога вперёд. И поста даже не видно следующего. То есть сколько тебе надо идти, куда ли ты идёшь, куда тебя привезли. Начинается дождь. Я прохожу границу, мне ставят печати. Вообще на меня смотрели вот так. Я и сама на себя со стороны так немножко смотрела. Но я прошла пару шагов и поняла, насколько это комичная ситуация. То есть можно было расстроиться, злиться, обижаться на кого угодно. Но по-моему, это было супер ржака. Я достала телефон, начала это снимать, потому что, понимаете, это реально очень смешное воспоминание для моей жизни. Это просто надо снять. Вот я преодолеваю границу пешком. Сзади меня осталась граница Албании. Вот она я иду. Вот прекрасный озеро. Офигенное просто. Это даже не видно. Просто неудобно мне чемодан тащить. Это супер ржака. Я ещё никогда не преодолевала границу двух государств. Бляхомуха пешком, таща на себя чемоданы. Но был вариант плыть по озеру. Как красиво. Я ещё неплохо оделась. Шла я около 20 минут. То и дело, теряю надежду, что я иду правильно. Но у меня не было выбора. Либо возвращаться назад в Албанию, либо идти прямо и так и дойти когда-нибудь до Македонии. Охреначили ли вы когда-нибудь под проливным дождём между двумя границами? Иду в светлое будущее от албанской границы пешочком до македонской границы. Льёт дождь. Такой надо уметь вляпаться, друзья. Это талант. В общем, это был тот случай, когда я пешком преодолевала границ. Класс. Встречает Македония, республика. Дождь. Пеший переход границ. Я это не сняла, потому что это было бы, я не знаю, меня бы, наверное, за террористку приняли. У них там напряжённая ситуация на Балканах, то и дело. Ну, в общем, представьте себе картину. Семь утра, молодая девушка, чемодан, рюкзак, нет зонтика, дождь. Откуда ты из тумана такая выходит? Вы пограничники, на секундочку. В смысле, кто ты, девочка? Я тоже себе задавала этот вопрос. Кто ты? Я была счастлива, во-первых, потому что я увидела кириллицу. Я поняла, что сейчас я буду говорить добардан, и мне скажут добардан, девойка. Может быть, не совсем так, но македонский и сербский похожи. Я обретаю какую-то нездоровую улыбку на лице. Пограничники так всё на меня всё равно смотрят. Пошли куда-то, уносили мой паспорт. В общем, у них были сомнения на мой счёт. Я их понимаю. Я их не осуждаю. Но я такая счастливая сказала им. Добро ютро! Это было такое счастье, они мне ответили, и я стояла просто в восторге, в радости. Я добралась до Македонии, со мной ничего ужасного не случилось. Слава богу, что с одной стороны была только гора, а с другой только дорога, иначе бы я могла завернуть не туда. Всё, как всегда, получается замечательно, если иметь позитивный настрой. Я у них спрашиваю, будет ли автобус в Охрид. Это Охрид, говорю, Охрид. Они такие, нет, ты что, до Охрида ещё, типа, там, 26 километров. Какие ещё 26 километров, я уже не в состоянии. Промозглая такая погодка. Да, будет в 7.15 автобус, типа, welcome, довезёт до Охрид. Я такая, точно, 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 наученная горьким опытом в Албании, точно, точно. Евро принимают? Принимают! Сажусь в автобус, такая счастливая, думаю, блин, круто, я скоро буду в Охриде. У нас есть обусловленное место, где мы встретимся с подругой. И он, типа, передаём за проезд, ну, я понимаю, о чём он говорит. Я такая, даю ему евро, типа, сколько стоит? Он такой, да-да-да-да, тугриков этих. Я говорю, а в евро? Он такой, я евро не принимаю. Пограничники? В смысле, говорю, как не принимаете? Не сказали там, что принимаете. Мне всё равно, что сказали, я тебе сейчас тут высажу и... Пам-пам. Ворчал ещё всю дорогу, но я прилипла к этому креслу своей попой просто намертой. Думаю, ты меня отсюда не высадишь, пес. Я намерена доехать до Охриды. Всё, приключений достаточно. Enough. Я хочу спать, отдохнуть и сухую одежду. Ворчал, ворчал, ворчал. Я думаю, так, пора давить на жалость. Надо немножко женского подключать. Ну, чуть-чуть на жалость, тролливали. В общем, он меня никуда не выгнал, естественно. Ну, я же не могу только женское подключать. Ему предложила альтернативу и немножко жалости. И это сработало. Альтернатива была в том, что я оставлю свои вещи, пойду меня деньги и принесу ему в руки конкретно, и никуда не уйду. Он сказал, ладно, так и быть. Он всё равно ворчал, но я в любом случае побежала, поменяла деньги. Всё равно мне ещё предстояло быть в Македонии некоторое время. Они бы мне пригодились. Я ему сказала большое вам спасибо, чтобы вам тоже встречались отзывчивые люди. Ну, это всё искренне на самом деле. Потому что человек, в принципе, поступил по-хорошему, да, там, нервы свои не выпустил. И мне помог. Поэтому почему бы ему не встретить людей, когда ему очень нужно будет, которые помогут ему. Достаточно трёп, а теперь давайте про Македонию по факту. Что мне понравилось? Мне очень понравилась эта атмосфера. Это была осень, практически середина сентября. Македония ещё в это время очень тёплая. И главное, в Охриде, хотя он, конечно, тоже достаточно подразрушенный такой, но там какая-то специфическая энергетика. Всё-таки у очень старых мест, а это очень старое место, существует какая-то энергетика. Ну, вот эта атмосфера, что на этом месте. Тысячу лет назад что-то происходило, и это было что-то очень крупное. Ну, торговые города, сами понимаете, они всегда востребованы. Я не знаю, правда, как летом, может быть, там много людей. Но вот в сентябре, в середине сентября было потрясающе круто для того, чтобы остаться, может быть, со своими мыслями наедине. В приятном, тёплом месте. Что мне следующее понравилось? Вы не поверите, но, наверное, вода. Обычно говорят про воду, как, типа, мне понравилось купаться, тёплая вода, тролливали. Нет, в этом озере тоже какая-то особенная вода, на мой взгляд. Ну, конечно, она очень чистая, вообще безумно прозрачнейшая вода. Просто было комфортно даже дотрагиваться до неё. Вообще, озеро является каким-то источником каких-то маленьких чудес, там, двойная радуга, например. Что нужно брать с собой? Желание исследовать. Там очень много гор в округе, очень много храмов, очень много улочек, исследовательская жилка, или, я не знаю, желание исследовать пространство обязательно вам пригодится. Что не брать? Не брать с собой снобизм на тему, ой, тут всё такое разрушенное, старый, слэш, старинный город. И то, и то является правдой. Единственное, что очень много мощёных дорог, и вы намучаетесь чемоданом, честно. Если туда не может подъехать машина, всё, хана. В принципе, там очень добрые люди, очень открыты к туристам, там, дают какие-то подарочки. Я вообще немножко в шоке была, мне уже показалось, что меня, не знаю, отравить хотят. Наш доверчивый человек! Я не была готова к подарочкам, как вы понимаете. Я всё сначала пропускаю через разум. Что ж, друзья, путешествуйте, открывайте что-то около себя. Не всё так дорого, а главное, не всё так невозможно, как кажется. Развивайтесь, объединяйтесь, и пока! Субтитры сделал DimaTorzok